Всем привет, меня зовут Егор, и это мой новый влог из Лондона. А это Сент-Поллс-Кассидрал. Наверное, мое любимое здание в Лондоне. Но я про него еще, наверное, сниму целое отдельное видео, потому что здесь много всего можно рассказать, иногда можно даже зайти внутрь. Пойдем на перекус, на кофе и круассаны сейчас в пол. Сейчас покажу вкратце, какие там цены. Это, наверное, одна из самых дорогих кофеен, которая сидела их в Лондоне, но, к сожалению, все остальное вокруг закрыто. В итоге мы взяли один капучину и два маленьких пончика с шоколадом. Это стоило 4 фунта. В принципе, не дороже, чем в других местах. Я думаю, он будет более дороже. Но кофе очень вкусный, поэтому рекомендую. Приехали в центр. Вон там сзади меня находится Сент-Поллс. Туда мы сегодня не идем. Идем мы в музей, который называется Тейт Модерн. Вот этот музей. Его открыли в 2000 году в старом здании электростанции. Также к нему идет красивый мост. Такой называется Миллениум. Пешеходный. Отсюда еще открывается очень красивый вид на Темзу, на Шарт. Это самое высокое здание в Англии. Там вдалеке Канари-Ворф и Тауэрский мост. Но вот здесь обратно по мосту Сент-Поллс. Основная коллекция этого музея бесплатна. Но сейчас единственное, что нужно сделать, это записаться заранее онлайн из-за пандемии и контролировать количество людей, которые приходят. Также, помимо бесплатных выставок, есть сезонные платные выставки каких-то определенных художников. И вот сейчас проходит выставка Энди Ворхола. И туда вход стоит 20 фунтов. Ну, мы идем смотреть основную бесплатную коллекцию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Еще этой зимой произошла забавная история. Один человек пришел в музей и ему не понравилась, или по всему, картина Пикассо. Он ее несколько раз ударил, срывался со стены и бросил на пол. Эту картину оценивали в 20 миллионов фунтов. И сейчас суд признал его виновным и посадили в тюрьму его на 18 месяцев. И также сказали, что ремонт этой картины будет стоить 350 тысяч фунтов. Вот. Так что, судя по всему, не всем нравится здесь. Основная идея этой инсталляции в том, что сейчас идет перегруз масс-медиа, очень много информации и очень много недействительной и неточной информации. В принципе, интересно. Здесь так. В принципе, впечатление смешанное. Иногда очень интересно. Особенно если читаешь, вникаешь. Но иногда что-то совсем непонятно и прям... или такое страшное, или грубое. Прям странно, в общем. Ну, в принципе, интересно. Один из самых прикольных, больших магазинов всяких таких штук для художников, иллюстраторов и прочего. Вот такой здесь выбор просто разной цветной бумаги и конвертеров. Никто не знал, что краски, масляные краски, цена зависит от цвета. То есть вот здесь есть цена указана за 37 миллилитров. Есть разность серии 1, 2, 3, 4. Серия 4 стоит 32 фунта почти. А серия 1 — 8. И вот, к примеру, вот этот зеленый серий 1, он стоит 8.25, а слева от него уже стоит 32. Теперь понятно, почему картины маслом такие дорогие. Создаются вот такие вот сумки, пеналы, чехлы для айпадов, лаптопов. И они сделаны из тентов, из фур. То есть вот берут такой вот прицепы фуры и переделывают их в рюкзаки и всякие такие штуки. Но оно не дешево совсем. Такой кошелек — 95 фунтов. Такая грубая, получается, на нее материал. Но считается очень трендом и модным здесь. Вот чехол для лаптопа 13 дюймов — 70 фунтов. А вот такие рюкзаки — 210 фунтов. Берут все время с разных кусков материала, и они все разные. Вот здесь показано детально, что это берут часть тента и сделают из них все эти изделия. В чем смысл, что это полностью переработано материалы? Используется на 75% меньше воды, на 90% меньше энергии и так далее. Куча всего вообще. Маленькие кошельки. Вот такой. 50 фунтов. Прикольно, прикольно. Пришли в Чайнатаун. Сейчас будем искать где-нибудь пообедать. Здесь, в общем, много всего. Здесь куча всяких ресторанов, кафе. Ну и еще просто есть супермаркеты азиатские. Все здесь клево. Вот идем обедать в китайский буфет. Здесь платишь 10 фунтов с человека и ешь сколько хочешь, сколько можешь. Вот. Сейчас во время карантина набирают записан, а теперь набирают рабочие кафе. Сейчас покажем, как смотреть. Вот мы еще пришли в парк. Нас тут близко. Он соединяет Челси и Фуллин. Сейчас покажу. Вот это основной вход. Да, то есть это просто кладбище. Называется Brompton Cemetery. И здесь люди гуляют, обедают, занимаются спортом, катаются на велосипедах и просто идут на работу. Сейчас короткая история там, как я про это место в принципе узнал. Я нашел новую работу. Наш офис находится совсем близко здесь. И в один день пошел с коллегой на обед. Мы зашли в прад, купили сэндвич. И он говорит, пойдем в парке покушаем, что нам в офисе есть. Я такой, ну конечно. И мы приходим вот сюда. Я немного, конечно, не понял сначала, что происходит. Но мы пошли, он мне рассказал, что да. Он читает в принципе что-то довольно-таки, конечно, странно, что у них такое есть. Что есть лавочки, что люди приходят обедать или гулять, заниматься спортом. Но, с другой стороны, и прикольно, что вот есть в таком районе большой парк. Много деревьев, красиво. И вот так вот, вот так вот я познакомился с этим местом. И вот так среди обычных домов располагается Stamford Bridge. Вот одна из трибун переделана в отель с этой стороны. И вот там с левой стороны будет вход. В общем, просто интересное чувство, когда ты идешь по району. Здесь вокруг просто двухэтажные домики. Везде все низкое такое, и тут бац. Такое здание. И ты как бы видишь, на карте уже должен быть стадион. А его тоже до сих пор еще не видно. Но он, в принципе, очень большой. Я когда-то ходил на один матч. Динамо Киев играл с Челси в прошлом году. Страшно проиграли. 3-0, по-моему, тогда. Но была очень крутая атмосфера здесь. Здесь такая стена славы всех футболистов. А вот здесь находится их так называемый Мегастор. Куча всего здесь продается. Атрибутики. Прикольные. Я часто хожу в один тоже кафе Неро. И по дороге к нему я видел Франка Лампорта с семьей. Просто прогуливались по улице. Так что вот еще в чем прикол Лондона, наверное, что ты ходишь по тем же улицам, где ходят вот такие люди, которые в дом висят на Wall of Fame. И сейчас тренируют Челси. И вот так вот ты выходишь со стадиона. И опять начинается совсем обычный небольшой район. Решили пойти домой пешком. У нас на пути Хайт Парк. Прям в самом центре такой огромный парк. Очень красиво здесь. У Хайт Парка есть даже свой полицейский участок. Здесь конюшни. И вот такое вот здание. Добрались уже до нашего района. Нашего локального паба. И еще хотел сказать спасибо большое всем, кто написал мне в инстаграме и в комментариях. Меня это очень мотивирует. И я много хлопая все употребляюсь с этимиmern们. У нас была для нее деньги. Выводок. Выводы. И в последнее время пересчутте с фанатом.